Ну, за основу, я так понимаю, взята именно World of Tanks, а не улитка, потому что вот этот вот танчик слева снизу, это чисто World of Tanks, когда ваш танк, тут со всех щелей, вообще ненужное окошко. Я так-то вставил всякие когда-то патчи, чтобы вот это левое окно снизу было, ну, окно танка было информативным, там, поиграл в улитку, понял, что это окно вообще не нужно, оно бессмысленно. А, понятно, целится теперь на колесо мыши, то есть езда абсолютно World of Tanks, то есть смотрите, я газ отпускаю, что происходит, танк дергается, блять, как конвульсивная бабка и останавливается на месте, замирает, великолепные тормоза, то есть в улитке, чтобы так было, надо еще, зато далеко танк отдаляется, то есть в улитке надо еще тормоза прокачать, чтобы так сработало. Я слышу музыку, хотя ее убавил, но не слышу двигателя, то есть такое ощущение, что я на Ламборджини еду. Скорость, значит, 3-4 км в час, это скорость, с которой у меня сейчас 44-ка ездит, визуально здесь скорость больше, визуально, то есть 33 км, смотрите, танк как будто несется, да, то есть, ну, улиточники сразу заметят, что... А это говорит о чем? Говорит о том, что масштаб карты здесь меньше, то есть то, что танк визуально едет больше при маленькой скорости, едет быстро, это значит, что карта короткая. Коробка передач здесь, кстати, на R, как в картошке, а не в улитке, я не знаю, может это кому-то интересно, я так для себя подмечаю просто сходство, мне интересно, с какой игры просто передрали все. А третья игра про танки, это стопроцентный, стопроцентное варье, как бы. Я не знаю, то есть у нас вообще, это, надо ли говорить, что World of Tanks, улитка и вот эта фигня, ну, Mail.ru, я так понимаю, это отечественный тоже, да, разработчики, я не силен там, не копаясь, кто какое ММО делает, но походу на танках сверху свихнулось чисто только СНГ пространство. Ну, никто не хочет что-то новое придумывать, все хотят копировать, да, танки популярны, там, танки надо делать. Никому в голову не приходит, что танки можно сместить обычной игрой, там, в духе Twisted Metal или BigLine 8, старая добрая аркада, где просто трэш, угар и веселуха. Нет, нахрена, мы сделаем еще одни танки, только современные, которые друг друга уж точно должны ваншотить, но мы дадим им жизнь, и они будут живучи. Ну, серьезно, помню, знаете, улиточники, может, не в курсе, картошечники-то должны знать, чем ограничен уровень, как бы, ну, то есть танки в картошку, как подбирали, то есть чем ограничена, ни дата выпуска, ни дата изобретения. Они ограничены тем, что, как по словам серба, это один из таких серьезных разработчиков, один из основных, короче, ограничена тем, что не стали добавлять танки, которые в реальности теперь издалека стреляют с дистанции многокилометровой, 5 километров и так далее, чтобы, то есть, когда стрельба превращается в стрельбу издалека по точечкам, вот это уже не стали вводить. То есть, почему-то спросили, почему Маус такой древний, почему Маус такой древний, а должен воевать против 54-ки, которая там вообще там 57-го года или какого, то есть, ну, очевидный дисбаланс. Ну, картошечники-то из-под ногтей танки выскребали, какие-то чертежи, походу, сами придумали, это улитка не стала запариваться и сделала подряд несколько тигров вторых, несколько ИСов вторых. Это, конечно, неинтересно, но хотя бы реализм какой-то, но неинтересно, то есть, если еще первый, первый ИС-второй хоть что-то тянет, да, то второй ИС-второй мне уже вообще не нравится, то есть, против нормального КТ, вот своего собрата по уровню, он, конечно, вяло выглядит, но не об этом сейчас будем спорить, а потому что, как я кому-то в комментах написал, у каждого танка найдется как минимум 100 фанатов, которые будут считать его имбой. Это было еще привет картошке, там, когда я писал на форуме, что у Мауса говно пушка, нашлось куча человек, которые сказали, нет, у Мауса пушка тоже норм. Ну, если вы играете в картошку, вы, наверное, знаете, да, там, у Ягдтигра стоковое оружие, это пушка Мауса, и он просится там, допустим, во взвод, да, или там, в роту, А ему говорят, а у тебя топовый? Он говорит, нет, у меня не топовый, он говорит, ну, у Мауса пушка тоже норм. Пушка Мауса на 10 левеле, самое худшее, блядь, оружие среди всех десяток, в каком месте, сука, она норм. Бля, медленно стреляет, сука, ничего не пробивает, дамаг говно, тоже норм. Вот, 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 блядь, уровень интеллектуальной любителей, любителей картофанчика, вот я говорю, вообще просто, у Мауса пушка тоже норм. То есть я, как, как, когда-то там кого-то, блядь, убил из Мауса, значит, пушка у Мауса ходит. А что происходит? Смотрите, у меня такое ощущение, что со всех, с трех сторон только что расстреляли, я что-то вообще не понял. Что-то экран заискрился, заморгал, и в меня никто больше не стреляет, да. Они там где-то в городе... О, снаряд, снаряд поглотил деревянный забор, или мне сейчас показалось? ПТ-76 там где-то, сука, сверху стоит. Ага, вот, М60 Паттон, но М60 Паттон на три уровня старше меня, я не понимаю, как я с ним вообще в один бой попал. То есть танк первого левела попал с танком третьего левела в бой, как я сейчас понимаю, да, Леопард один. Или это меня с непривычки глючит? О, я захватываю базу. Ништяк. А, ну, два фрага-то я лупанул, смотрите-ка, у них М60 Паттон непредсказуемо захерачил пятерых. Ну, кто бы мог подумать, да, что танк старше. Снаряд сейчас плюхнулся в 54-ку, и просто ничего, ни взрыва не произошло. Как будто он пластилиновый, так шлёпнулся, знаете. Галатсихернин. Как в этой, в комедии, блядь, не шутите, Зоха там, помните, когда они бомбу там бросили-то, она такая шлёпа, как подгузник полный говна. Мимо, блядь, я не знаю, почему мимо. Мне кажется, что очень медленно снаряды здесь летают. Танки ездят быстро, а снаряд летит очень медленно. Вот, за нас тоже Паттон. И, походу, знаете, что здесь, как в танках, танках онлайн, куда бы ты ни попал, жизни у танка снимутся. Очень трудно понять, куда здесь приходится попадание, но мне кажется, что сейчас Паттон выхватил в маску орудия, в свою толстую башню. Мне кажется, я даже не вижу, они даже не визуализировали отлетающие жизни, то есть, сколько я урона набил, я не понимаю, где это написано. Просто два фрага. Танк без брони, да ещё и слепой, и всё, что у него есть, ДПМ, который всего лишь чуть-чуть больше совков. Лоу-левел, как везде, дисбалансный. Выдал своё авторитетное мнение эксперт по танкам и историк Стивен. О какой-то несправедливости на первом левеле. А в какой игре первый левел вообще справедлив, блин? В картошке там ваншотные пушки у совков. Причём, главное, ваншотные пушки у совков в картошке, да, зато в улитке картошечные пушки, они реально косые. Они очень косые, и у ИСа пушка вниз ещё не опускается. Совки ужасны, мне кажется, у улитки, просто несправедливо ужасны. Ну и непредсказуемо и негаданно остался Паттон против Паттона, блин. А, три ромбик, это что? Три ромбик. Значок вот этот слева. Два ромбик, три ромбик. А, М48 Паттон у нас, у нас второго левела танка, у них третьего. Да, 62-ки. Нифига тут баланс боёв. Очень классно здесь играть на танке первого левела, я вам хочу сказать. То есть, это значит, я буду на танк седьмого левела против десяток уевать, да, вот этих Абрамсов. С обеднённой, с обнещённой урановой. Знаете, почему у Абрамса броня обеднённая? У них денег, сука, на богатый уран нет. Тупая шутка, да. Но, блин, Абрамс сейчас самый непробиваемый танк в лоб. Как его можно провить, будучи на три левела меньше, чем он? Попытавшись запустить бой и задание ПВЕ, у меня вылетела игра. Гретануло драйвера видеокарты. Я где-то битый час пробовал все методы, какие только существуют для того, чтобы решить вопрос. Гайджиновский метод, типа совместимость ярлыка с Windows XP, тоже не проканало. То есть, ну, потом я подумал, думаю, ну, ладно там, да, у меня видяха, может, уже там пора её менять, да, как в Anomaz объявлять все российские сборы средств на видеокарту, на новую. Но, как бы, я понимаю, там у гайджинов, да, вылетает, там у них хоть графика есть, да, здесь-то чё. Ну, может, окружающая среда ещё там хорошо нарисована, но сам танк-то вообще, как бы, не детализирован там никакими царапинками, там, ничем таким. То есть, видяха должна тянуть эту игру на ультрах, что она, собственно, и делает. Но, оказывается, что эта игра не запускается, если у вас запущена какая-нибудь программа, которая считает и показывает FPS на экране, в данном случае, бандикам. С бандикамом, то есть, вылеты при запуске игры, и, видимо, при входе в бой, хотя в первый раз и запустилась, вроде как и в бой, вышла с бандикамом на ура. Ну, просто руки, у разработчика золотые руки, они плачут, они тоскуют, просто руки скучают по рубанку, там, молотку, я не знаю, кайлозу било, блять. То есть, сеять, серб, жать, там, я не знаю, по пролетарским таким инструментам, но они, руки бог им дал, точно не для программирования, видимо, потому что это просто жесть. Ладно, всё-таки задание ПВЕ, и, надеюсь, глянуть. Боец. Снова, естественно, произошёл вылет, приходится запускать игру, потом включать бандикам, поэтому я отстал от команды. Ну да, в принципе, слушайте, окружающая среда выполнена на достаточно неплохом уровне, то есть, если вы не ванамас, то доябываться никто не будет. Прожекторы, трава, всё, асфальт блестит, всё как надо, всё хорошо. Ну что, графику они подтянули, да, потому что, когда я на Альфе играл, там, графика была, честно, плачевная, очень плачевная, по сравнению с гайджинами особенно. От картошки, может, недалеко, вот, с гайджинами, а сейчас с графонией, ну, камни только квадратные, а так всё нормально, то есть. Да и танк, кто будет разглядывать все эти царапинки, это, конечно, мило. Почти так же мило, как 7 фпс в момент выстрела. Чё? То есть, лагает и глючит эта игра, да и боже, посмотрите, что происходит с этим пацаном. Только что я выстрелил, да, на ультрах, на ультрах графики, короче, у меня 7 фпс, короче, игра ещё не зависла. Я поставил графику просто высоко, нихрена визуально не изменилось, но фпс стал 32. Причём, если вы играете в пвп, то есть на сервере, да, то такой херни нету. Только вот, я так понимаю, в пве сражении. Танк здесь унаследовал, кстати, из улитки повороты, он почти не поворачивает. Вот как будто на ИСе поворачиваю, очень хреново поворачивает, просто полное говно почти. Как будто, я не знаю, кораблём каким-то управляю, знаете, штурвал кручу, верчу, и он нихрена ничего не крутит. Возможно, здесь тоже надо экипаж люто прокачивать, чтобы... Странно, зажав правый прицел, как бы здесь можно... Ну, я отвык уже, это улиточное управление, правую кнопку зажимаешь, можешь вокруг камеры крутить. А я держу правую кнопку и не понимаю, почему у меня танк не наводится на цель. Вообще, игра, конечно, своих подписчиков получит, своих потребителей, потому что... Ну, она получит, во-первых, в первую очередь детей, да, которым глубоко насрать на всякие там исторические ТТХ-танков, прочее говно, что Абрамс носится 74 километра, хотя он по шоссе, я посмотрел, и правда, типа, носится 72 километра, тогда наш Т-90 в жопе получается. Или мы... А, у нас в России просто нету шоссе, нам негде испытывать. Хе-хе, у нас что ни дорога, то танкодром, ёптать. Неделю асфальт лежит, потом яма от фур. Вот, то есть, в основном, правда, подписчик сюда уйдет из улитки, мне кажется, потому что по сравнению с улиткой уж извините, но чертовски приятно, когда танки не скучные и медленные, а довольно бодренько так носятся, быстренько ездят вперед. Смотрите, после выстрела, как пыль вокруг танка, типа, с земли взлетает. Задумка хороша, пока что выглядит это довольно убого, потому что дым ползет по текстуре асфальта. Но, в целом, в общем, мысль правильная, очень классно, качественно будет, если сделано. Вот, во-вторых, в отличие от улитки, здесь смело идешь вперед, здесь нету этих ваншотов, которые, честно, надоели. То есть, это такая, знаете, веселая аркадница, как и картошка, только со современными шкурками танков. То есть, это весело, это не нудный реализм там, то есть, улитки, да, один режим реальный другого. То есть, там ваншоты, тут ваншоты, там ваншоты через всю карту, а здесь ваншоты из кустов. То есть, да, хорошо я понял, да, что фанаты Гайджин любят свою игру за реализм, там, все дела. Но, блин, сами же эти фанаты потом и пишут в комментах, да, игра надоедает, одну ветку вкачал, и надоело этот, нахрен, бесконечный мир ваншотов. То есть, ты едешь, 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 там, одну плюху получил, и здравствуй, ты помер. Все-таки, политика танков со здоровьем, может, это и детский сад. Но играть в такую игру, лично, как мне, так поприятнее будет, чем постоянно восхищаться очередным ваншотом, когда меня в маску орудия ваншотят, а я в маску орудия даже пробить никого не могу. Я не знаю, с чем это связано. Мне кажется, все-таки, вот, что касается ствола ИСа второго, так в игре чистый рандом. Здесь, видите, можно, как бы, есть варианты, как сражаться с танком противника, то есть, отъезжать, ерзать, что-то делать, там есть реконшеты жизни, то есть, в улитке, если тебя враг не убил, то он тебе сломал башню, орудия всех контузил, то есть, там есть два типа смерти. Либо умираешь медленно, когда тебе по одному выносят модули в танках, либо ты умираешь сразу ваншотом. То есть, по-моему, так ваншот даже лучше, чем стоять, смотреть, как твой танк пытается починиться, потушиться, пропердеться, блин. Если ты ИС-2, то даже если он все эти ремонтные процедуры, ремонтные работы проведет, то все равно, как бы, зарядить пушку он не успеет. А здесь все нормально, стоишь, прицеливаешься, а враг подсвечивается точно, точь-точь, как в картофане. Полностью силуэт танк через кусты виден. Это то, что я на месте разработчиков улитки взял бы и себе на вооружение, потому что у них кусты и деревья просто лезут в камеру, просто жесть. Врага за ними не видно ни хрена. И с этим ничего они не делают. У них зато есть разноцветный крестик, а если нету его, то просто вообще, я не знаю, надо быть как этот супергерой, сорви голова, быть слепым и на эхолокацию ориентироваться, там по звуку. Ага, я слышу. Выстрел справа, повернусь-ка я туда. Выстрел слева. Да, я как бы получаю дамаг. Ничего не критуется, ни один член экипажа не умер, ни один модуль не сломался. Я думаю, это еще в игру не ввели. Я получаю чистый дамаг, сам дамаг и вливаю. То есть, я пока что, по-моему, в плюсе. Я нанес дамага больше, чем жизнью моего танка, значит, я сыграл хорошо. Фраги вообще великолепно. То есть, это то, к чему я привык в картошке. Это то, что кажется мне нормальной нормальностью, да. Вот я до сих пор не привык в улитке, то, что постоянно мой ИС-2 ваншотят, да. Как увидят, так ваншотят. Просто, блядь, безжалостно, люто. Все знают уязвимые места танков давным-давно, туда и бьют. А танк радостно и лопается. И не надо говорить, что не бери в боеукладку, качай экипаж. Качай, не качай этот экипаж. Все равно эти повреждения заброневые там эти. Ну, я говорю, улитка, она все-таки очень нудная игра. Там действительно не получится, так как в танках просто вот как здесь зашел в игру и чисто руками играешь. Там надо в натуре смотреть гайды. Я признаю это, признаю, что игра очень умная, поэтому там только 50 тысяч человек умников играет, а все остальные играют в картошку, где не надо там мозги ебать вычислять. Единственное, блин, единственное уязвимое место третьего ИСа, сука. Типы снарядов там. Какими снарядами лучше стрелять на Т-44? Я до сих пор не понял. Либо подкалиберным снарядом точечно убивать по одному танкисту, либо надеяться на то, что каморный снаряд все-таки когда-нибудь что-то пробьет. Ой, интересно, а в этой игре каморные снаряды есть? Или здесь все снаряды сразу реактивные? На пробел пулемета здесь нет, но здесь и авиация-то и не пахнет. Вообще сразу, ночная карта смотрится довольно, кстати, симпатично. Смотрится довольно хорошо. Это то, что World of Tanks стеснялся сделать три года. Три года серп говорил, как ночная карта. Темное поле, ночью светят фары танка. Я до сих пор помню, как он говорил. Вот, господин серп, уважаемый, посмотрите, как выглядит ночная карта. Никаких нахуй фар танка нету. Какие нахрен вообще в картошке фары танка? Зачем, если в поле? Если у вас подсветка цели здесь есть. Вот, навелся. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, противник ПТ-76. Это ботов скинули, да, я так понимаю? Ну, так себе режимчик. Все, мне нового танка не дадут, да. Домой в ангар. Все-таки я радовался, что в улитке три танка дают, но все три танка умрут ваншотов. То есть, три выстрела, три танка. Лучше один, но живучий, как бы. Чтобы, если враг тебя из кустов достал, ты мог ему хоть пару раз отомстить, получить с этого удовольствие. Нежели просто ваншотиться и уйти в ангар. Вот, вместо того, чтобы копить на 54-ку, короче, не разобравшись, где тут опыт, вывел эту машинку в топ. В топчанский, короче. Вот, еще одна карта новая, которую я тоже не видел. Я три карты все увидел. Тут, смотрите, порт, кораблики, все дела. Вообще, мне кажется, что в этой игре, в эту игру народу придет больше как раз из улитки, нежели из картошки. Да, ну, потому что на картошку слишком сильно похоже. Тут, грубо говоря, ну, на шкурке может не каждый даже ребенок повестись. Хотя, я уверен, что дети поведутся, чтобы на Абрамс поездить. Там уже сербу мозги. Ут, уже не первый год насчет того, давай, Абрамса, короче, в игру вводи. Вот, а вместо улитки здесь отдохнуть, вот, ну, самое оно. Реально, игра намного проще. Да, улитка, согласен, самые реалистичные бои на танках сейчас в улитке. Тут хрен не спорить. Реализм, да. Но эта игра, она играбельнее. Что показывает статистика? Тем, что реализм мало кому нужен. На самом деле, мало кому интересен. Ну, по онлайну улитки, если сравнить с картофаном, это все, в общем-то, видно. Даже, как бы, и спорить-то не о чем. Баланс меня, конечно... А, все, в этом бою только, я смотрю, вторые левелы, третьих, слава богу, нету. Стоило танк в топ вывезти. Купил себе снаряды. Тут тоже разные снаряды, короче. Одни там сблизи пробивают, другие сдалека. Одни против бронированных целей, другие хреново какую-то комбинированную броню пробивают. Но это, видимо, экраны, я так понимаю. То есть, то же самое все. Есть разные варианты, чем стрелять, в кого стрелять, куда стрелять. То есть, можно играть, конечно, по-простому, как я, хрен на все ложить. Вот враг, вот прицел. Навелся, интуитивно куда-нибудь жахнул. Здесь... Все как в улиточке. Ой, как в картошечке. То есть, не надо там. То есть, в смысле, места пробития те же самые, что и в картофане. Нижние листы, люки мехвода. Улитки-то все наоборот. Там дырки пулеметные пробиваются, блядь. Какая-нибудь там ахиллесова пита у каждого танка есть. Но точно не нижний лист и не люк мехвода. Люк мехвода там, наоборот, еще толще, чем остальная вся броня у 34-ки, например. Хотя на форуме картошки давным-давно я видел чертежи 34-ки. Разработчику скидывали в очередном споре. И там люк мехвода, насколько я помню, был вообще-то тоньше, чем вся остальная броня. То есть, улитки толще. На пару сантимов, но толще. Миллиметров, вернее. Не знаю уж, кто прав. Пусть там разработчики... Вообще было бы прикольно, если бы разработчики двух игр созвонились в скайпе, как бы засняли все это. Есть разговор насчет танков, что реализм, что куда. Какие чертежи оспорить. Потому что мне кажется, что... Я не знаю, что мешает улитке взять вместо третьего подряд Тигра 2, взять Е-75 из картофана. Ну реально, три подряд Тигра вторых. 54-ки тоже три подряд. То есть, маленький танкопарк. Вообще жесть, какой маленький. Так, вот этого товарища надо... Да-да, и в спину начали стрелять. О! Ствол не опускается, понятно. Да, похрен. Неплохо он меня тут... Дрюкнул, конечно. Но это такой человек, который, блядь, за камнем. Постаю, подожду. То есть, один из тех людей, который считает, что к нему все должны ехать, а он должен стоять и всех отстреливать. Пока не повыведут таких людей из игр. Мне кажется, что танки никогда не будут нравиться основной массе. То есть, самые популярные так и останутся всякие доты, шмоты. Но точно, не танки. То есть, где... Будут популярные игры, где нет кустодрочеров. Уж слишком они бесят, как бы. Ну хотя, это был не кустодрочер. У него, я понимаю, вариантов-то больше не было, но... Меня, скорее, раздражает, что пушка не опустилась. Ожидаемо. То есть, я понимаю, что это реальные чертежи... В реале у танков пушки вниз не опускаются. Все дела... Не пробил. Интересно, блядь, как. И он уехал. Вроде быстрая перезарядочка. О, 202 урона. О, прилипли мы, короче. Опять не пробил. Да, ёб твою мать. Ну, не знаю. Наверное, опять какие-то снаряды там, блядь, специальные, да? Угадал. Так, взглянем, чё у Америкосов, значит, за первый танк. Больше похоже на бронеавтомобиль полиции, да? Там, какие-нибудь этих фанатов футбольных разгонять там. То есть, вместо этого пулемёта водомёт должен стоять. А так, вообще, конечно, на ПВОшку. Но я так и подумал, да, что это кассетная система зарядки. Кто-то мне в комментах написал, типа, ой, назвал в первом видосе там немецкий танк барабанным. Фу, какой лох. Вообще, а, недавно получил... Ну, ладно, это я хрен с ним. Эту шутку я оставлю для War Thunder. А тут-то чё стараться? Фарнаты War... 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 Warfrey... Warfrey... Блядь, вот этой херни, короче, вряд ли на меня ломануться подписываться так же, как фанаты Тундры. Господи, нифига, у него патронов сколько в барабанчике. А урон такой 2-2-2, что-то там 20, блин. Опа-опа-опа, 50-54. Деревья, кстати, тоже неплохо уже нарисовано. Вот, тоже они закрывают полностью экран куда-то. Камера в листьях теряется. Это стандартная фишка Тундры. Но сейчас некоторые деревья всё-таки стали прозрачными. Это уже в духе картофана. Когда деревья... То есть, ты въезжаешь, там, засовываешь нос машины в кусты, и кусты становятся прозрачными. И это правильно сделано. Это сделано мудро, с умом. Потому что, когда танк стоит перед деревом, а камера твоя за танком, блядь, ей закрывает обзор, это дерево, это полная херня. И это Тундра. Бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. Огребай, огребай. Сука, кис мой пулемёт, нахрен. Сколько у меня патронов-то не кончаются? Ни хрена столько поливать. Оба-оба, чёрт. А как дымовую завесу пускануть? Тут же есть, я вижу. Вон у него закреплены вокруг башни. Это же защита, это дымовая завеса. Даже мы уже изобрели для танка, там, штора, как-то называется, да, дымовая завеса. А здесь пока, видать, не реализовано. А ж зря. Если уж делать, то делать как-то, не знаю, показывать всю будущую механику. То есть, активную броню делать как-то там, не знаю, дымовую там, вот эту всю фигню. Ну, потому что, как бы, показать потенциал-то надо. О, ваншотнул, надо же. Я уж не думал, что здесь ваншоты есть. Я думал, все ваншоты забрали, забрали в War Thunder. Так, ну вот, я вкачал Паттон, это танк второго левела здесь. Значит, в глаза, кстати, пока качал, бросилось обилие кустодрочеров в этой игре. Просто нереальное количество. Больше, чем в картошке, больше, чем в улитке, тем более. Потому что это, знаете, игра такой, контр-страйк только на танках. С жизнями, со здоровьем, да, нереалистично. Но играбельность очень высокая у этой игры. Если улиточный War Thunder надоедает мне после третьего боя в день, да, вот три аркады отыграл, да, и условия, когда танк едет медленно, а умирает очень-очень быстро, это надоедает после третьего аркадного боя, серьезно говорю. Здесь это уже шестой бой у меня, и до сих пор ничего не надоело. Не надо думать, что это потому, что я эту игру только на комп оставил. Когда я первый день играл в War Thunder, была абсолютно та же ситуация. Как только вкачиваешь танки второго левела, то есть Т-34, КВ, ты замечаешь, что они просто еле тащатся, да, после вот этой эйфории на первых левелах, когда быстренько приехал, накидал дамага, там бэм-бэм, всех ваншотнул. Вот, старые левелы начинают еле ползать, потом еще медленнее, медленнее ползают. А ваншотятся все так же быстро, с одной плюхи и в ангар. То есть это три боя в день, реально, мой потолок. Ой, больше... А это светляк. Больше играть как бы не хочется. Здесь совершенно другая ситуация, танковый Counter-Strike. Тут разные методы ведения боя, вся фигня, то есть... Ну, я думаю, не надо объяснять, да, в чем отличие. И я небольшой эксперт в играх, но мне кажется, что через год эти аркадные бодрые танки по онлайну улитку сделают. Вот реально год засекайте. Через год эта игра будет доминировать над улиткой. Я думаю, что улитка сама поняла, да, что лучше делать аркадные игры, и поэтому делает машинки, как бы. 39 урона я сейчас нанес. Что за ебанько там пытался спрятаться за моей жопой? Не понимаю. Опа. Паттон очень долго заряжается. Очень медленно летят у него снаряды. То есть, да, вот пули как быстро прилетают от врагов пулеметных. И мой снаряд. Бум, блин. Я даже вижу, как он летит. Это просто как будто, я не знаю, как стартующая ракета медленно отрывается от земли, так медленно снаряд здесь отрывается от ствола. Комулитивник. То есть, вообще, куда я попал? Я не попал? Ни хрена пока непонятно здесь. Ну, мне кажется, это надо дорабатывать. Вот 201 дамага я сейчас нанес. Надо писать, как бы, кто сколько дамага сделал. Вот War Thunder не стал делать тайны из того, что многие игроки раки. Прям таблицу нажимаешь и видишь, кто что в бою сделал. Моя команда поехала, значит, устраивать массовую дрочку около их базы. И, как бы, меня из одного бросило. Меня объехали все. Сразу видно, да, сразу вот привычное стадо. Стадо оленей из World of Tanks теперь гоняет здесь. Они вот стадом появились, таким же стадом и уехали. Все, последний защитник базы у нас. Проигран. Сейчас они начнут захват. Здесь заорет сирена. Но единственное... О, как он лампочки давит гусеницами. Единственное, местным вот этим вот долбоевам повезло в том, что танки здесь быстро ездят, и они успеют вернуться и захват сбить, теоретически. Обратите внимание, что стадо не смотрит на миникарту. Им на нее насрать. Для них миникарты нету. Возможно, она у них как-то отключена. Они... Северный флот только вперед, блядь. Как чукча, куда глаза глядят, то пою, туда и еду. Все. Что там сзади делается, насрать. Кто там помощи просит, насрать. Кстати, как здесь? Ага, здесь команды по рации сделаны в стиле World of Tanks. Ф-5, Ф-7, вот, Ф-7 нужна помощь. Даже точно так же, Ф-2 в атаку. А, Ф-2 просто убрать, значит, Ф-5 в атаку, наверное, да? А, Ф-5 есть, да. Ф-7 нужна помощь, Ф-6, значит, в атаку. Ну, давай, срабатывай. А, Ф-6 никак нет. А, ну, Ф-5, значит. Ну, короче, понятно. Это лучше, чем гайджиновская вот эта хренатень. Нажимаешь на Т, открывается у тебя ромашка, блядь. Там что-то пытаешься выбрать, что-то найти. Все это долго, блядь, нереально долго. То есть, команду, команду гайджинов отправлять дольше, чем танк живет. Танк живет ровно одну плюху, а команду надо выбирать минут пять, блядь, сидеть. Ну, по крайней мере, привыкать к этой ромашке команд, чтобы быстро и пользоваться. Это просто, блядь, полное говнище, по-моему. А на Ф-7 зато виды переключаются очень удобно, просто до усрачки. То есть, я месяц играю, до сих пор не могу привыкнуть к этой хрени. Очевидный, по-моему, косяк в выборе управления. То есть, надо было копипастить, как вот скопипастил этот проект армата все, просто у картошки. Но, все равно, как я говорю, игра очень бодрая. Вот реально, с работы, когда кто вечером приходит, друга в пачку и играть в Armored Warfade. Но никак не в улитку, потому что улитка это реально очень занудная, очень серьезная симуляторная игра для взрослых дядек. В основном, вообще, для задротов, которые там, а вот этот снаряд, блядь, за броневое действие. А вот этот снаряд, блядь, не за броневое действие. А вот поэтому ваншот. А вот здесь, блядь, твой снаряд разбился нахуй о броню. Только почему-то здесь он разбился с осколками, а там без осколков. Ну ладно. Это про свой видос, из чего эти трубы. На, ну, команда дебилов, они приехали в засаду. Те вот, вот команда врага молодцы. Они доехали до нашей базы, развернулись и таким же стадом приехали, перебили наших обезьян уже на своей базе. Это они прям красавцы. Ну, как обычно, да, моя команда это рачье, команда врага это прям вот нагиб. Кстати, последний слившийся чувак написал, а что возрождения нету? То есть, из улиточки-то тоже люди сюда пришли. Короче, я заранее был настроен, на самом деле, негативно к этой игре, потому что она мне в альфа-тесте очень не понравилась. Сейчас это, ну, может, на десятках, потому что я сыграл, там, десятый левел, там тоже друг друга они довольно быстро уделывают, просто в хлам. А теперь я воспринимаю как довольно-таки бодрую, прикольную, аркадную такую фигню. Поеду тоже со стадом, потому что надоело сливаться. Или ты в стадии, или ты, блядь, труп, короче, это политика таких игр. Вот, короче, если устали от улиточки с ее симуляторными боями, да, вот если вы не задрот, там, клановый какой-нибудь, и хотите отдохнуть, но при этом безумно любите танки, почему бы не поиграть вот в этот проект армата? По-моему, в принципе, довольно-таки, все довольно неплохо. Есть куда развиваться, например, сделать нормальный поворот танку с заносом и с физикой. Вот что мне нравится в War Thunder'е, это физика танков в движении, то есть их заносит, их там таскает, прям вот вообще классно они там ездят. Если бы здесь, да, с такой скоростью, динамикой существовала еще и физика заноса, вот такая же классная, вообще была бы игра у лед. Вот, без заноса, конечно, теперь ездить скучно стало, блядь, это, конечно, минус, блин. В общем, если все танки собрать воедино и сделать одну игру, то было бы круто. Так, понятно, наших уже минусуют. Я, честно, забыл в ангаре посмотреть, по кому какими снарядами стрелять, заряжаю кумулятивный. Здесь, походу, нельзя половину боекомплекта выгрузить, в ангаре оставить, чтобы... А может, здесь это смысла просто не имеет, не реализовано. Вот, 218 дамага я вкатал этим кумулятивом. Это, в общем-то, не знаю даже много или нет по меркам. По-моему, кто-то меня сейчас потаранил, нет? Что-то танк потрясло так перед выстрелом. Довольно быстро перезаряжается танк после моего, блин. ИСа второго, любимого, горячо просто во все щели я маму делал. ИС это просто, я не знаю, когда все карты похожи, я говорил уже, да, на поверхность Марса, все горбатое, а у тебя вниз ствол просто на миллиметр не опускается. Вот, смотрите, американский танк опустил ствол. Та-дам! Вот это круто! ИС опускает ствол. Вот так вот, вот настолько. Вот, вообще не опускает. То есть, маленькая кочечка, маленькое что угодно, все-таки, ты уже не можешь стрелять по врагу. Это просто, это рвет мою жопу. Моя жопа к такому, мою жопу к такому же день готовила. Так, попробую, что ли, вот этим снарядом базовым выстрелить. А вдруг тут заброневое действие, всеми любимое? А? Хрен его знает. Подождал меня, какой молодец. А у меня снаряд, хоть я и был прицелен, да, и дальность-то тут такая, сколько метров до танка? 200 метров, да, я ударил, что называется, выше ворот по-киржаковски. Я не знаю, как можно было промахнуться. Да, заборы здесь, кстати, останавливают снаряд. Это полная шляпа, как я понимаю, да. Вообще, снаряды очень медленно здесь летают. То есть, в улитке снаряды просто летят очень быстро. Даже издалека можно не успеть увернуться. Здесь почему-то танки ездят быстро, а снаряды летают медленно. Еще, кстати, можно камеру отдалить прикольно, в отличие от улитки. Это тоже удобно, по крайней мере. Бывают ситуации, когда надо заглянуть за камушек в улитке, и это невозможно. Им почему-то жалко такое сделать. Вот, видите, да, снаряд просто врезался в эту хрень. А где они берут нашу базу? Мне казалось, мы отсюда ехали, нет? Русь. Русь, я чувствую, не догоню, ни хрена. Ну, хотя бы рядом пролетел, да? С такой скоростью полета снаряда очень трудно, блин, стрелять на упреждение. Напишите, кстати, как вам кажется, не медленновато ли здесь снаряды летают? Вот вам как по ощущениям. По-моему, полная вата. Ну, это все еще беточка. Вар Тандер тоже, по-моему, беточка, да? Там шутят уже, что вечная беточка. А, я понял, это встречный бой, совместные захваты базы, но... То, что захват идет, не значит, что они скоро вас обнаружили. А кто меня обнаружил-то? А, ну это сзади, понятно. Русь вернулась, это, блядь. Вроде Ник, Руся воюет, как, сука, Татаро-Монгол, блядь. Обходными путями на лошади на своей подскакать, там прискакать. Башня очень медленно поворачивается для такого современного танка. То есть, у меня реально, блин, Т-34-85 быстрее башни крутит. Блядь. Ну, досада, еб... Твою мать, как досадно сейчас. Вот промах вообще. Блядь, позорный. Оп, 196. На дорожку, в нагрузку. На посошок, чувак. Иди еще, плюху, честную получи. Я остался... Да, посмотрите, счет 5-10. Так, мы стоим, мы ждем. Бамс. 270, вынь, да положь. Опа, он в кого-то разрядился. Это значит, что... Ага, это значит, что, здравствуй, контейнер, твою мать. Здесь еще какой-то заниженный... Заниженная приора с дулом приехала. Я не знаю, что это за танк такой. Объект 430. Что это за... А, да, в картошке есть такая. Да? Ну, пошел ты в жопу. Не пробили мы, блядь. Не пробили, не пробили. Так, я задом, задом, задом. О, тут объединю свои силы с этим союзником. Ну, лючки простреливаются, это классик, как я понимаю. Блядь. Ну, начинается клинчевание. 38 дамага, понятно. Обойду-ка я его заклинчу. Он мне в нижний лист бьет, я вижу. О. Тут клинчуй, не клинчуй, получишь только... Красного на воротник. Да. Ну, как обычно. Вот почему-то... Да, в улитке тоже бывает, что команда длинища. Но там, я говорил, у них свои плюсы, что сливы не бросаются в глаза. То есть, ты опыта получаешь как за поражение, так и за победу примерно одинаково, я думаю. Очень много. Короче, подводя итог первого взгляда, да, могу сказать, что по игре на первых левелах машины, это такой, короче, танковый контур-страйк. Довольно все бодро, довольно все не так уж и плохо, все съедобно. Что очень прикололо, то, что не обязательно прокачивать танк в топ для того, чтобы начать выкачивать следующий танк. Это вообще мега гуманно. Это как относительно картошки гуманно, так дважды гуманно. И относительно тундры, которая меня заставляет сейчас у советской ветки качать. Зенитку, блядь, на которую я никогда не играю. ПТ-шку, которую я презираю всей душой. То есть, ту технику, которую я ненавижу, меня заставляет выкачивать. Это обязательные условия. А здесь даже модули у танка качать не обязательно. Ой, я 31 голду вложил, по-моему, да, сейчас? Печаль какая. За некоторое количество... У меня же нету золота. Чего это я тогда трачу? Смотрите. За 250 золота. А я жму ОК. Общую репутацию можно потратить на усовершенство любой машины. Она начисляется по результатам. За некоторое количество золота. Да, это, видимо, пока что тест, пока что дают. Илья хрен его знает. Может, я что-то провафлил, короче. Боеприпасы, да. Ну, смотрим. Калибр 90 миллиметров. Урон. Пробитие. А сколько пробивает-то? Пробиваемость 11 миллиметров. Ага. Ну, фугас. Пробиваемость 134 миллиметра. А у родного 156. Ну, я так и понял, что здесь родной снаряд самый мощный. Урон 199. Вот этого снаряда берем. Остальные не берем. По максимуму. ОК. Вот. Короче. Так что. Пишите, жмите. Пробуйте сами играть в эту фигню. Особенно интересно мнение улиткоманов. Я думаю, что часть людей все-таки. Все-таки оценят такую динамичную игру. Да, благо, что улитки вот не все такие нудные, которые там, блядь, сидят походу по уши в этих, в энциклопедиях про танки, в каких-нибудь вырезках из газет, знаете, всяком-то там. На стене там, не знаю, мелками нарисована модель танка, да, с зонами пробития. Вот мне кажется, что все вот такие нудные люди, это вот задроты, задроты тундры. А нормальные всякие там, не знаю, любители аркадок, они там, не знаю, случайно как-то оказались. Может, это первая их игра про танки. Короче, не знаю, пробуйте сами. По мне, так, в принципе, игра вообще нормальная годнота, она даже больше, чем картошка мне сейчас нравится, потому что картошка мне не нравится вообще. То есть я всегда хотел игру, где все будет быстро развиваться, быстрые танки, все. Здесь все быстро, кроме снарядов, снаряды очень медленные. Но, на мой взгляд, опять же, вот напишите, как вам кажется, как бы прокачка тоже тут, походу, не очень такая спешная. Вообще танки поначалу-то быстро выкачиваются, в общем-то. Получившие 50% пытания, не понял, что, какой элитный статус, хрена узнать, что он дает. Ну, тоже есть с чем разбираться, но думаю, что в основном все как в картошке здесь. На картошку тут похоже, в общем-то, все на 90%. Вот. Так что, в общем, на этом, думаю, пока все. Может, что-нибудь жмакать, что-нибудь писюкать. Единственное, так что эта игра очень пишется хреново из-за вылетов, связанных с Бандикамом. А так все, в принципе, в пределах нормы. Так что, адьё. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА